У дорожников горячая пора. Все ямальцы улетают в отпуска. А вот тем, кто занят ремонтом дорог, не до отдыха. За короткое лето нужно успеть не только подлатать ямы и уложить новое дорожное покрытие. Где-то необходимо вообще построить новую дорогу. Есть и такие районы в нашем городе. Где чинят, укладывают, строят? Расскажем в сюжете. Летом в Новом Уренгое традиционно проводят ремонт домов, дорог и вообще всего городского хозяйства. Теплый и сухой сезон на Ямале совсем короткий. А износ того же дорожного покрытия из-за сурового климата серьезный. В городе 150 километров дорог. Каждый год 6-7 километров включаются в план капитального ремонта. В этом же году уже отремонтировали три больших дорожных участка. Ну, вы видите, вот проспект Ленинградский. Уже сделан, уже ездим. Закрывали по полосам. Не так, как было раньше полностью закрытие и движение не осуществлялось. Второй участок – это продолжение улицы Подшибякиной. Третий участок – это проспект Дружбы Народов. Ремонт на улице Дружбы Народов уже подходит к концу. Здесь укладывают битум с добавлением полимеров. Такое современное покрытие должно позволить увеличить срок эксплуатации дороги в 2-3 раза. Помимо трех уже обновленных участков, есть еще несколько, которые также стоят в очереди на ремонт в этом году. Запланированы еще три участка. Это участок улицы Таёжной от Крайней до 6П, улицы Железнодорожной, еще ряд участков. Но по ним пока еще проводятся мероприятия, определяются подрядные организации. Но помимо таких основательных ремонтов с полным закрытием большого участка дороги или полосы, внимание требует еще одна дорожная проблема – это ямы. Ямочный ремонт ведется постоянно. Сейчас их уже практически везде залатали. Но затянувшиеся холода и поздний приход лета внесли свои коррективы. Из-за погодных условий не смогли вовремя начать ремонт на улице Таёжная. Поздно вышел туда подрядчик, хотя там, конечно, надо было выйти и делать ремонт ямочный гораздо раньше. Советский микрорайон охвачен ямочным ремонтом, внутриквартальные проезды. В Восточном микрорайоне тоже ведутся работы. В районе Восточный идет реконструкция внутриквартальных проездов. Там ремонтируют то, что испортилось с течением времени. А в районе энтузиастов строят новую транспортную инфраструктуру практически с нуля. Внутри микрорайона должен появиться проезд, который свяжет улицу Юбилейную и Ямальскую. А вместе с ним появятся парковки, пешеходные зоны и уличное освещение. В этом районе города работы еще не окончены. Но результаты дорожных работ на других улицах горожанами уже замечены и оценены. Дороги хорошие, молодцы, стремятся к лучшему. По России проехал, везде очень плохо, здесь нормально. В этом году намного лучше. В одно время идут и общие дороги идут, и внутридворовые дороги, и детские площадки. Даже где-то вот смотришь, где неожиданно получаются новые детские площадки. Не устраивает дорога на Таежной. Но сейчас все равно сделали как бы ямочный ремонт более-менее. Да так, вроде бы нормально. Сейчас вроде бы все делают. Те дороги, которые отремонтировали, должны теперь прослужить как минимум пять лет. Впереди у них испытания не только временем, но и суровым ямальским климатом. Кирилл Пермяков, Гюли Димитрадзе, Андрей Тихонов, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24.